Желтый уровень опасности объявили синоптики на четверг. Страну окутает туман. Ожидается облачная спрей с неними погода. По юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Ночью градус термометра покажет до плюс 13, днем от 14 до 19. В такую погоду особо внимательнее не стоит быть водителем. Специалисты рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары и ближний свет и, конечно, соблюдать дистанцию. Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых значений по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу в два с половиной. Сейчас обнаружены следы горюче-смазочных материалов только в пробе с Халактырского пляжа. Всего в разных локациях отобрано почти тысяча образцов воды, воздуха и песка. На берег, напомним, вынесло сотни мертвых морских животных. До этого местные жители и серферы сообщили об ожогах и отравлениях. Специалисты назвали инцидент экологической катастрофой. Редкий торнадо пронесся вблизи бельгийского Антверпена. В вихре накануне наблюдали жители сразу нескольких городов. В результате буйства стихии с корнями выкорчеваны деревья. По меньшей мере поврежден один дом. Сведения пострадавших пока не поступало. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность. Утром видимость на дорогах 500-800 метров. Днем небо затянут облака. Ветер подует южный. Вечером пройдет дождь. Вероятность грозы 60%. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.